Челябинск Об этом и не только в новом выпуске проекта «Это Челябинск» узнали, как вскоре преобразится Курчатовский район. Традиционно работают несколько программ по благоустройству. Одна из основных программ – это формирование городской комфортной среды, безусловно. И по этой программе мы продолжаем благоустраивать пешеходную зону по Комсомольскому проспекту в этом году от улицы Молодогвардейцев до улицы Ворошилова. По программе инициативного бюджетирования один из больших проектов по инициативе жителей – это внутриквартальный сквер по улице Каслинской и Кыштымской. Также по этим программам по формированию городской комфортной среды будет благоустроено комплексно семь дворовых территорий и по программе инициативного бюджетирования шесть дворовых территорий. Комсомольский проспект. Участок от Молодогвардейцев до Ворошилова. Благоустройство площадки идет в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Обновленный бульвар впишется в концепцию современной прогулочной зоны. Она идет от сквера Красного Урала, тоже, кстати, благоустроенного. В прошлом сезоне бульвар облагородили до улицы Молодогвардейцев. Вам он мог запомниться по оригинальному покрытию. Авторы проекта тогда решили посыпать дорожки речной галькой. Вопреки опасениям, она пережила зиму. Всего около 12 тысяч квадратных метров занимает площадь благоустройства. Это четная сторона Комсомольского проспекта, где действительно пешеходная зона очень востребована. Также будет выполнена тропиночная сеть из красивой плитки. Также будут установлены малоархитектурные формы, красивые скамьи, урны, детские игровые площадки. Будет дополнительное освещение смонтировано, красивые светильники. И, безусловно, проект озеленения очень серьезный тоже. Высажены дополнительные деревья, приведены в порядок существующие. И цветники, и газоны будут восстановлены. И получится законченное благоустройство этой зоны в этом году. Практически мы планируем до начала августа уже все работы закончить. Подрядчик идет с опережением графика. Контракт на работы заключили еще в прошлом году. В свете нестабильной ситуации с ценами решение было, скажем прямо, стратегически верным. Стройматериалы подрядчик закупил еще зимой. Работа начатый срок. И планируем работу заканчивать не 15 июля, а на месяц раньше. Все материалы, которые используются, все куплены. Жители очень довольны. Они подходят и радуются, что такая пешеходная зона тут строится. Но мы планируем закончить работу на месяц раньше. Тут работает человек 20-25 человек, рабочая сила, техника, погрузчики. Ведется подготовительная работа пока. А после майских праздников уже будет укладка плитки. Пешеходная зона была в ужасном состоянии. Люди не могли проходить, потому что она в луже стояла всегда в воде. Мы его приподняли, чтобы воды не было. Кстати, на этой пешеходной зоне не будет дорожек из гальки. Скучнее она точно не станет. Власти обещают установить на бульваре шезлонги, гирлянды, лабиринты, скалодромы. Ну и скамейки, куда без них. Малые архитектурные формы, или как их называют строители мафы, тоже были закуплены заранее. Покрытие из тротуарной плитки и на площади 3700 метров квадратных. Затем будет также в площадке резиновое покрытие, устройство мульчи. И вот что касается озеленения, значит, высажено дополнительно 21 штука. Это липа мелколистная 19 штук, яблоня, кустарники 428 штук, декоративная трава. Ну вот серьезный проект именно озеленения на этой территории предусмотрено. Ну и вместе с тем, конечно, это малые формы, значит, они у нас будут представлены здесь малые формы. Значит, всего будет, значит, 78 скамей, вот, это и парковая радиальная скамья, значит, на бетонном основании, значит, и оригинальные скамьи, значит, со спинкой. С подлокотниками, значит, вместе с тем это будут также детские батуты, велостанция, значит, приствольные решетки будут на деревьях, оригинальные достаточно. Ну и вот урн 47 штук дополнительно будет установлено здесь. Очень серьезный большой проект благоустройства. Решение обновить Комсомольский проспект принадлежит жителям района. Они активно голосовали за его благоустройство. На этих выборах все максимально просто и четко. Сделать свой район лучше можно, не выходя из дома. Проверьте прямо сейчас. Наведите камеру телефона на этот QR-код. О локациях, которые ждут одобрения жителей в следующем году, расскажем в конце программы. Пока же перейдем на другую точку, которую в этом году ждет серьезный апгрейд. Благоустройство участка поддержали тысячи челябинцев. Вашему вниманию сквер на Кыштымской-Каслинской. Озеленение себя будет представлять снос сухих аварийных деревьев. 32 штуки. Высадка крупномерных 57 штук. В том числе липа обыкновенная 9 штук. Рябина обыкновенная 26 штук. Яблоня обыкновенная 21 штука. И ель колючая 1 штука. Также будут высаданы 147 кустарников. Это и барбарис 21 штука. И кизильник блестящий 126 штук. И устройство газона на площади 2140 квадратных метров. Серьезный здесь раздел в благоустройстве – это озеленение. Потому что здесь произрастает достаточно большое количество аварийных сухостойных деревьев. И, как это полагается, вместе с управлением экологией города Челябинска, экологами, здесь были проведены исследования всех зеленых насаждений. Составлен в настоящее время акт обследования зеленых насаждений, который выявил действительно и их аварийность, и сухостои, которые могут просто сломаться при определенных обстоятельствах. Поэтому, приступая к благоустройству, конечно, нужно предусмотреть сначала озеленительные какие-то мероприятия. Поэтому здесь в проекте предусмотрено снос сухих и аварийных деревьев в количестве 32 штук. И высадка крупномерных деревьев в количестве 57 штук. Совсем скоро это место станет новым центром притяжения всего микрорайона. Сквер можно будет назвать семейным, потому что комфортно в нем будет и детям, и взрослым. Красивая плитка будет здесь в проекте, это первое. Затем вот большой подпроект озеленение, установка малых архитектурных форм. Здесь будет установлено 25 скамей, 16 урн, шахматный такой стол, зона шахматная, значит, качалки, двойная качалка, вот на пружине, качели, другие формы, батут детский, вот. Да, и вот детская площадка, например, будет с резиновым покрытием красивым, значит, удобным, вот в эту стоимость. Затем вот строительство освещения, это 14 опор освещения современных красивых. И вот все это вместе взято, чуть больше 14 миллионов рублей. Проект составляли при активном участии жителей, а как иначе, им, а не чиновникам здесь жить и отдыхать. Поэтому на новой площадке для отдыха не будет лишних объектов. Когда был принят закон Челябинской области об инициативах граждан в благоустройстве, тогда у нас появилась возможность дополнительного финансирования, и жители действительно проявили инициативу. Здесь был исход жителей зимой еще, значит, и комитета территориального общественного управления, активистов всех. Мы пригласили будущих авторов проекта, все предложения жителей были у стены. Мы помогли жителям, значит, оформить это как инициативу, проект, как требуется документально. И вот буквально недавно городская комиссия, значит, рассмотрела все инициативы жителей в городе Челябинске, и этот проект получил одобрение. Значит, в настоящее время мы отыгрываем аукцион на подрядчиков, которые будут благоустраивать. И я думаю, что в начале июня, значит, здесь благоустроительные работы должны начаться. Он такой заброшенный уже много лет стоит, никогда его, очень редко когда его чистили и убирали. Теперь мы вот жильцы, хотим, чтобы здесь было благоустроено все. Хотели, чтобы у нас была детская площадка, чтобы на детской площадке обязательно была елочка, чтобы на этой елочке, может, когда-то в Новый год там детки праздник провели новогодний, чтобы были качели для детей, чтобы были лавочки, освещение и обязательно урны. Мы вообще очень обрадовались, что нам сделают такой прекрасный сквер благодаря нашему главе администрации. Он нам помог в этом, мы все проголосовали, и теперь у нас уже одобрен эскиз, и пойдут дела дальше. Активных жителей, кому не безразлична судьба района, просят вновь поучаствовать в опросе. Выбрать предстоит новую зону для благоустройства. Одна из локаций находится на проспекте Победы. По задумке властей, она продолжит существующую часть благоустроенного ранее бульвара. Одна из территорий, которая предлагается для голосования на 2023 год, это продолжить пешеходную зону, в том числе и по проспекту Победы. От улицы Ворошилова до улицы 40 лет Победы. В таком же виде была, чтобы уютно, можно было отдохнуть, прогуляться. Потому что вот четная сторона проспекта Победы, это тоже широкая пешеходная зона, которая требует благоустройства. Нашему поколению были оставлены архитекторами две очень широкие пешеходные зоны, по четной стороне и Комсомольского проспекта, и проспекта Победы. И наше дело сейчас, так сказать, их привести в современный вид, благоустроить уже по современным требованиям, чтобы жителям здесь было уютно отдохнуть и прогуляться. Все мы для этого делаем. На 2023 предстоящий год голосование идет уже сейчас. Оно идет с 15 апреля по 30 мая. Поэтому всех жителей призываю проголосовать за благоустройство 2023 года. По итогам голосования начнется работа по разработке архитектурного проекта. Затем проектно-сметная документация. Затем определяется уже в этом году подрядчик для производства работ на будущий год до 1 октября. И благоустроительная работа начинается уже практически в апреле месяце. Для того, чтобы максимально в летний период большее количество дворов и общественных пространств, скверов благоустроить. Этот прогулочный сквер на проспекте Победы привели в порядок в позапрошлом году. В 21-м тепловики перекопали его ради замены труб. Эта новость возмутила тогда многих. Впрочем, от работ и следа не осталось. Коммунальщики восстановили все за свой счет. Жители, как и прежде, наслаждаются прогулками по современному бульвару. Здесь было не совсем комфортно. То, что сделали сейчас, это просто замечательно. Если такие вот дорожки пешеходные появятся где-то еще в городе, это будет просто замечательно. И вот как раз есть инициатива по поводу продолжения вот этого бульвара дальше, вот от Ворошилова и вот до 40-летия Победы. Как вот смотрите на это? Ну, во-первых, благоустройство города – это всегда хорошо. Насколько целесообразно дальше или дальше, мне трудно сказать. Но если появится еще одна такая пешеходная зона, это будет просто замечательно. Потому что глаза радуются смотреть на то, что сейчас происходит. Ой, здесь дорога была не очень-то такая, в Рытвинах, все неудобно. А сейчас просто на удовольствие идти. Мне вот, например, не надо на этот рынок идти, а я с удовольствием не иду. Предлагают вот как раз, чтобы расширили дальше. А как смотрят? Можно, можно. Нужно? Можно дальше. А что я-то здесь живу, у меня этого хватает. Я давно так-то не была. А сейчас угроз. Да, отлично. Вообще. Чистота, порядок. Да, красиво. Ни грязи, ничего. Так бы больше благоустраивали, вообще красота была. Час икс, 30 мая. В начале лета станет известен победитель. Площадка, которую ждет серьезный апгрейд в следующем году. На голосование выставлено два объекта. Территория по Комсомольскому проспекту на участке от Ворошилова до Молдавской и прогулочная зона по проспекту Победы на участке от Солнечной до Молдавской. Голосование проходит на портале Госуслуги. Представителям старшего поколения, которые не могут сделать это самостоятельно, помогут волонтеры. Они дежурят в ТРК «Фокус» и «Фиеста», а также в МФЦ на проспекте Победы.